Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. Снимаю специально для вас и показываю все таким, какое оно есть на самом деле. Рулевки, контейнеры, танки и все остальное. Ну и сегодня, ребят, обсудим с вами Хельсинга. Но перед тем, как начнем, подпишитесь на канал, для того, чтобы в будущем участвовать в розыгрышах, которых будет много. Поставьте лайк данному видео и обязательно прожмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы, в которых, в принципе, розыгрыши проходить-то будут. Ну а теперь в отношении Хельсинга. Хельсинг машина странная, машина интересная, в то же время периодически раздражающая и вокруг нее есть огромное количество мифов, которые я попытаюсь сегодня развеять. Давайте заценим технические характеристики по Хельсингу. Если вдруг вы не знали, то Хельсинг обладатель орудия, который стреляет дуплетом. То есть за одно нажатие на выстрел вы выпускаете два снаряда. Ну вот, как, допустим, у уничтожителя три выстрела за одно нажатие. И здесь довольно неплохое пробитие, если ставите себе накалиброванные снаряды, а на вентилятор смысла ставить абсолютно никакого нет, в 184 миллиметра. В целом неплохо, против восьмерок даже можно попытаться поиграть, если бить куда-нибудь там по нижним бронелистам и так далее. Но близко на данной машине лучше никому не подъезжать. В отношении среднего урона 200 единиц за выстрел, то бишь за два снаряда можно накинуть в среднем 400 единиц. Но это только при условии, что вы пробьете два раза. А здесь есть тоже нюансы. В отношении угла склеения орудия вниз минус 6, что тоже, кстати, не радует и на неровностях играется крайне дискомфортно. Единственное, что радует, это время перезарядки в 9 секунд. Это действительно приятное время перезарядочки для орудия, которое выдает в среднем 400 единиц, если вам опять-таки повезло. Время перезарядки между собой внутри этого мини-барабанчика составляет 0.25, то есть 1 четвертая секунды, которую вы даже не прочувствуете. Но порой этих 0.25 достаточно для того, чтобы соперник чуть-чуть где-то повернулся, немножечко как-то откатился. Короче говоря, я бы не сказал, что это достаточное время для того, чтобы гарантированно наносить урон именно двумя снарядами, выпущенными в соперника. Урон в минуту 2547 единицы. В целом плюс-минус реализуем, если вы не будете близко к соперникам подъезжать. Время сведения, я бы не сказал, что является самым комфортным, но вполне себе играбельное. А по разбросу 0.330 это вполне себе нормальный разброс для ПТ-хи 7 уровня, обладающий вот таким вот интересным барабаном. Первый миф, который стоит рассеять по поводу того, что это имба. Нет, ребят, это не имба. Это просто машина, которая предоставляет вам нестандартный геймплей и машина, которая, ну я бы сказал, отличается от всех других машин в нашей игре, потому что орудия действительно уникальны. Ну и второй миф, который необходимо развеять, это то, что у данной тачки есть броня и это прям имба живучести, он часто танкует и так далее. Нет, ребят, ничего такого в Хельсинге нет. В нем нет брони вообще никакой. Да, у него есть вот эти вот экранчики на 25 миллиметров, которые вроде бы как от фугасов должны помогать, но закиньте фугас выше там где 40 миллиметров борта и в целом вполне спокойно впихивайте в него чуть ли не максимальный урон вашего фугасного снаряда. В отношении лобовой брони им тоже отсутствует. Да, есть вот такой вот скос верхнего бронелиста, который имеет чумовую приведенку в 240 миллиметров, но смысл сюда забрасывать, если можно вполне спокойно кидать немножечко выше, немножечко ниже или закидывать куда-нибудь в башню, которая, кстати, тоже пробивается, я бы сказал, налегке. Короче говоря, миф по поводу того, что данная тачка является забронированной, я думаю, можно вполне спокойно отбрасывать, как тот, который абсолютно развеян. Ну и в отношении третьего мифа, который ходит в отношении Хельсинга, что Хельсинг на сегодняшний день хуже, чем Дракула. Нет, ребят, Дракула на сегодня играется гораздо тяжелее, нежели Хельсинг, и это факт. И они поменялись наконец-то местами, потому что изначально, когда тачки появились, Дракула был более нагибучей машиной. Если вы обладаете Хельсингом и Дракулой, напишите свое мнение, какая тачка вам заходит больше и на ком вы чаще играете. Ну что, ребят, пришло время взять Хельсинга в бой и посмотреть, на что он реально способен. Ну что ж, друзья, погнали, и давайте будем начинать, как обычно, с подвижности и маневренности. С учетом того, что это ПТ-ха, ждать от нее, что она будет весело и бодро рваться в бой, не стоит. С места срывается крайне скудненько, еле раскочегаривается, но когда набирает свою максималку, то даже под горку идет вполне себе нормально. Короче говоря, не самая подвижная машина на уровне, но при этом всем времени по... точнее, не так, скорости перемещения по карте более чем достаточно, а времени на то, чтобы занять удобную для себя позицию, у вас уйдет не так уж и много. В целом, можно играть. В отношении времени сведения. Ну, в целом, я бы сказал, что приемлемо, но требует все-таки определенной привычки. Что можно сказать про орудие? По орудию, ребят, когда два снаряда заходят в соперника, да, действительно, это классно, потому что сразу срезаешь в районе 400 хп. Если ты играешь против шестерок-семерок, то это, как правило, где-то одна треть, а иногда даже ближе к половине по общему запасу прочности у соперника. Но вот если вдруг так получится, что один снаряд не залетает, то наносишь всего лишь 200 единиц урона в среднем, и это уже маловато. Также стоит отметить, что Хельсинг далеко не самая лучшая ПТ-ха для того, чтобы играть именно в ПТ-стиле, накидывая своим соперникам через всю карту. Просто потому что, как правило, на дальнем расстоянии второй снаряд будет в любом случае куда-то отдаляться от первого, и, соответственно, снаряды не будут ложиться прям точка в точку. Поэтому на дальних расстояниях стоит помнить о том, что вы рискуете не попасть еще раз в серую зону, ну и, соответственно, будете фейлить по одному снаряду постоянно. Все, ребят, на этом отыграли. Сделал все, что смог. Прикрытия, как такового, не было. Наш один союзник благополучно спит. Если бы хотя бы кто-то был рядом со мной, то я думаю, что ИС-2 экранированный вполне спокойно отчалил бы отдыхать. Наконец-то Тайпик 62 вернулся. Молодец. Спасибо тебе большое. Ну и теперь давайте посмотрим на нашу броню. Как вы видели, пробивается абсолютно полностью все. И сказать, что эта машина действительно является живучей, я не могу. Есть ПТ-хи, да, действительно хорошо забронированные на седьмом уровне, но Хельсинг однозначно к ним не относится. Давайте теперь кратенько подбивать итоги, возможно, немножко забегая наперед, но все же я больше чем уверен, что здесь будет проигрыш. Выкидывать, кстати, данный бой не собираюсь, потому что моя задача не показать вам Хельсинга во всей его красоте и прорекламировать. Машина не выставлена сейчас на продажу, да и я не заинтересован в том, чтобы впаивать вам все, что угодно, так, чтобы вы только голду потратили в угоду ваггеймингу. Я показываю действительно все таким, какой она есть на самом деле, и показываю вам танки такими, которые они будут в ваших руках, ну, скажем так, в большинстве боев. Так вот, ребят, в отношении забегания наперед, Хельсинг машина интересная, машина фановая. И да, действительно, что-то классное в этом орудии, которое бьет дуплетом, есть, но при этом всем это далеко не самый лучший танк, это далеко не самая лучшая ПТ-ха и далеко не имба. Если выбирать между Дракулой и Хельсингом, то на сегодняшний день я бы выбрал все-таки Хельсинга себе в коллекцию, ну, просто потому, что Дракула действительно гораздо более сложно реализуемый, нежели Хельсинг. Да и плюс к тому, Дракула очень сильно похож на AC-10, а у Хельсинга машин, которые на него похожи, нет вообще. Поэтому Хельсинг является более уникальным танком, ну, а точнее, более уникальной ПТ-хой, нежели тот же самый Дракулой. Я не знаю, ребят, будет ли Хельсинг в ближайшее время на продаже, и не могу сказать, сколько он будет стоить, но то, что на него стоит обратить внимание, как на предмет коллекционирования и на танк, несущий вам абсолютно новый и уникальный геймплей, ну, это уж точно. Если вам не сложно, лайкните мои труды и старания, а еще подписывайтесь на канал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.